20 ноября 2013 года в Москве в инфопространстве прошла конференция об основных аспектах развития национальной платежной системы России. Механизмы регулирования и функционирования НПС, а также обеспечения безопасности в ней, обсудили представители свыше 200 банков, платежных систем, страховых компаний и экспертов в области ИБ. Участие в конференции приняло руководство профильных департаментов Банка России, основного регулятора НПС, директор департамента национальной платежной системы Тимур Батырев, начальник ГУБЗИ Олег Крылов, их заместители Андрей Шамраев, Роман Прохоров, Артем Сычев. Вместе с экспертами банковского сообщества и представителями страховых компаний, телекомоператоров и вендоров решений ИБ, они обсуждали ключевые вопросы работы НПС на пленарном и двух тематических заседаниях. В докладах речь шла об актуальных угрозах информационной безопасности банков и платежных систем, о вышедших и готовящихся нормативных документах, регулирующих НПС. Участники обсудили возможность создания межбанковской антифрод-системы, методы совместной борьбы против киберпреступников, перспективы страхования рисков участников НПС. Также был представлен проект рекомендации Банка России об обеспечении безопасности на всех этапах жизненного цикла банковских систем. Вновь темой обсуждения стали ФЗ номер 63 об электронной подписи и ФЗ номер 161 о национальной платежной системе. Представители банков доказывали, что преступники уже консультируются с юристами по поводу положений ФЗ номер 161, чтобы после вступления девятой статьи в силу злоупотреблять недостатками формулировок. Поэтому банкам в оставшееся время предстоит серьезно подготовиться к игре по новым правилам, чтобы в новом году судебные премии неминуемо завершались победой над злоумышленниками. Своими впечатлениями от конференции делятся участники. Тема данной конференции интересна прежде всего потому, что вопросы национальной платежной системы стоят сейчас очень наиболее остро, особенно та пресловутая девятая статья 161 ФЗ, которая наконец-то вступает в действие с 1 января. Здесь участвуют представители Банка России, вновь образованного департамента, который, по-моему, называется Департамент по национальной платежной системе. И вот было бы интересно услышать мнение новых работников этого департамента, какие нас ждут нововведения, ну и вообще мнение Банка России по поводу национальной платежной системы. Вот это наиболее интересные вопросы. Поступления, которые выражают общие тенденции развития и политики развития методов защиты ДБО со стороны Центрального банка, со стороны различных общественных и не общественных, так скажем, государственных организаций, которые обеспечивают нам работоспособность платежной системы России, они все являются очень важными и очень интересными. Они позволяют нам, техническим специалистам, ориентироваться в тех тенденциях, которые будем ожидать от развития каких-то новых направлений, национальной платежной системы, например, денежных оборотов безналичных и так далее. И у меня вот пул выступлений руководителей Центрального банка по информационной безопасности, он для меня всегда интересен и очень важен. В основном сейчас мы обсуждаем, конечно, то, что в том виде, в котором сейчас есть 161 ФЗ, он как бы создает очень большие финансовые риски для банков, если все-таки до 1 января не будут модифицированы ряд статей. Именно для банков, которые активно используют дистанционное банковское обслуживание.